Если бы человеку можно было поменять лицо, тело, сердечно-сосудистую систему и внутренние органы, тогда бы он жил вечно. Автомобиль не человек, но внутренние органы и сердечно-сосудистую систему ему меняют легко. В том числе двигатель меняют, подвеску и все остальное. Что касается внешнего образа, ну понятно, кузов можно перекрасить, в городе Металлургов любую жесть можно заменить или вставить новую. Зашпаклевать и будет смотреться хорошо. А вот что делать с лицом, то есть тело мы собрали, а лицо, это морщины, это трещины, царапины. При этом не на лакокрасочном покрытии, а внутри салона. К примеру, на кожаных сидениях, к примеру, на пластиковой торпеде. Вот эти вещи, которые раньше всегда омрачали жизнь автолюбителя. Сегодня, сейчас, благодаря внедрению высоких технологий, все это делается легко. И теперь уже ваше потертое кожаное сидение, оно будет выглядеть точно таким же, как новым. Благодаря тому, что здесь, на улице Лесопарковой, тут сложно собрать, но я вам объясню, как сюда проехать. Здесь находится пожарная часть, чуть-чуть дальше улица Советской Армии примыкает. И там дальше, Оренбургская. Вот если со стороны аэропорта ехать, по вот этой объездной чудной, сюда поворачиваем, и здесь находится Puma Garant. Вы ее все знали. Теперь это центры инновационных или нанотехнологий, которые позволяют вашему автомобилю выглядеть всегда безупречно. И это всегда было наказанием за роскошь. Роскошь престижных автомобилей с кожаным салоном и дорогим пластиком. Кожа трескалась и вытиралась. Это был основной признак автомобиля с пробегом. С пробегом по России, естественно. Так как у немцев, у всех без исключения, скручивались пидометры. И там, в дорогих аутохаузах, проводилась предпродажная подготовка. Машина полировалась, чистилась, и там восстанавливали сидения. И не надо судорожно думать, что чаша сия вас миновала. Нет. 100% автомобилей таковыми и являлись. Просто это часть бизнеса перекупа. Или вы что думали? В карманах этих, кристально чистых особей оставалась только штука баксов за перегон? Да не будьте наивными. Таких технологий раньше провинция, да и вся Россия не видела. Для этого необходимо было выкупить франшизу и поучиться и ни день, и ни два. И вот она магия. Восстановленное сидение смотрится как новое. Кстати, чтобы было понятно, то кожа на животном бывает, конечно, разноцветной. Но благородной она становится только после обработки и покраски. Это настолько же естественно, насколько должно быть понятно, что ни одна краска для кожи, либо обуви не в состоянии закрасить по фабричному. Этот материал на время скрыть? Да. Но сделать настоящее фирменное покрытие сроком службы и больше оригинала могут только обученные специалисты со спецхимией. И единственное в городе место обитания таковых – это здесь. В городе Магнитогорске автомобильный бизнес – это либо поменять масло, либо машину помыть. Но вот я вспоминаю, 10-15 лет назад смотрел телевизор, еще тогда покупил свою первую хорошую иномарку. Царапины, сколы, покраски. Была такая передача, ТВ-шок называлась. Вот там всю химию показывали импортную. Я думал, когда же, когда же все это будет в магнитке? Сейчас это в магнитке? Да, конечно, сейчас вы спокойно можете приехать, убрать какие-то изъяны именно в салоне автомобиля. То есть потертости на руле, порезано, кожи прожоги. Ну и многие-многие вещи, которые довольно-таки портят внешний вид, внутренний вид, скажем так, вашего автомобиля. Я вот знаю, что машина попала в аварию. И такое случается, что даже от кирпича на отдельных иномарках выскакивают подушки. Модуль подушки безопасности стоит от 400 долларов. Подушку безопасности на руле можно сделать? Это без проблем. Понятно, что торпеды иногда бывают так, что и не сделаешь. Но это уже особенности конструкции. Естественно, меня беспокоят такие вещи, как старый автомобиль. Ну не старые они такие есть, хорошие машины. Вот у них трещина торпеды. Это восстанавливается довольно-таки потом с отличным качеством. А если мы, допустим, вот увидели, ну такие вещи случаются, что машина помята, а краска не лопнула, что делать? Ну и такую услугу мы можем предоставить. То есть в нашем сервисе работает специалист, который беспокрасочно удалит вам какую-то данную вмятину. То есть опять же, в зависимости от вмятины, зависит и время работы, и стоимость работы. Ну а этому надо учиться. Есть ли у нас учителя в городе Магнитогорске? У нас есть, то есть как бы ребята, которые занимаются в городе Магнитогорске, но у каждого специфика работы своя. То есть данный человек у нас обучался за рубежом, прошел школу месячную, скажем так. Уучился у лучших специалистов Европы, и даже сдавал экзамен именно специалистам Америки. Для того, чтобы открыть Макдональдс, необходимо франшизы выкупить. Для того, чтобы работать с автомобилями по такой технологии, восстанавливать практически все. Тоже необходимо франшизу выкупить? Да, технология Color Gold, то есть в дальнейшем Phoenix Technology, она именно является франшизой в нашем городе. То есть такими материалами, такими красками, которые единственный продукт, который удостоен ИСО, то здесь международным стандартом, ими работать можем только мы в городе. Здесь, в этом центре автомобильных инноваций чудесного столько, что хватит и не на одну передачу. Так что же нас ждет в следующих? Ну вот, к примеру, восстановление вмятин без покраски, заделка треснувшей панели торпед и подушек безопасности, глубокая консервация кузова жидким пластиком D-TEC, установка бронепленки, защищающей от царапин. В общем, терпение, здесь очень интересно. Надо только подождать следующих сюжетов. И вот сюда было бы проще проехать с улицы Советской, на улицу Оренбургскую 2В. Как раз училище заканчивается, которое начинается после медсанчасти тресна магнитостроя. Ну, сейчас там городская больница номер 3. И как раз пожарная часть, и вон там, помните, ГАЗ-66, Шишиган. Ну, вот здесь проезд, к сожалению, закрыли, поэтому придется, ну, до улицы Советской армии проехать, там направо повернуть. Либо, либо вы можете мимо Радуги Вкуса, либо со стороны аэропорта, либо снова Хорталов приехать вот сюда. И мы проговорим про экономическую составляющую. Только что вы видели, как кожное сидение превратилось из старого в новое. Конечно, можно заказать новый салон. Только новый салон и иномарку тянет тысяч на 5 долларов. Если не больше. И даже если это бушный. Стоимость процедуры к одной конкретной детали не такая уже большая. Вот вставочка можно за 2 тысячи рублей. Все сидение можно за 5-6 тысяч восстановить. То есть, ну, представляете, да? Для перекупов какая Мека. Купили машину, ну, немножко потертую. Там вся пятое-десятое. Тут же сделали, отвезли, к примеру, в Уфу. И продали. Вот. Но я все-таки не за перекупов ратую. Они перекупы как раз и устроили нам небольшой Освенцим. В смысле того, что иномарки в Магнитногорске, видать, ориентируясь на проржавленную Москву, стоят копейки. Вы посмотрите туда, на Дромру, посмотрите, сколько реально машина стоит. Так вот, тот, кто ездит на своем автомобиле, кто-то ценит его, тот, кто любит его. И тот, кто жалеет его. Вот для них здесь вот этот Auto Shield Russia. Полный комплекс продвинутых технологий. И бронепленку, и детека обработают. И кожу восстановят. И химчистка. В общем, все то, что позволяет вашему автомобилю и 10, и 15, и 20, и 30 лет выглядеть как новым. Ну, а может быть и 50. Правда, этим автомобилем порадуется, наверное, ваш сыночек только что.